Почти 6 триллионов тенге, в переводе на американскую валюту 13 миллиардов. Сумма умопомрачительная. Казахстанцы, услышав заявление президента о том, сколько денег выделило государство на борьбу с коронавирусом, невольно возмутились. Людям стало интересно, куда и на что за два месяца потратили такую сумму. Видимых результатов, по их мнению, нет. Отчитываться пришлось советнику Касымжомар Татукаева. По словам лжаса Ходайбергенова, потратили – не значит разворовали. Мол, деньги выделили под конкретные госпрограммы. Их до конца года будут реализовывать. В этом списке дорожная карта занятости, на которую запланировали триллион тенге. Еще триллион дадут под кредитование бизнеса. Всего советник выделил 11 статьи расхода. На выплату 42,5 тысяч тенге в течение двух месяцев выделили 386 миллиардов тенге. Число получателей составляет около 4,5 миллионов человек. Половину суммы уже выплатили, оставшуюся сейчас оплачивают. Дополнительные расходы на медицину составили 125 миллиардов тенге. Большую часть уже выделили. Медицинские работники готовы поспорить с советником президента. К примеру, около 30 фельдшеров в селе Коши – это в нескольких километрах от столицы – по сей день не могут получить обещанные надбавки. Люди возмущены. По их словам, они подвергали себя опасности, работали бок о бок с коллегами, которые лечат больных коронавирусом. Но это власти не учли и не хотят платить деньги. Вот, мы получили только по 7 тысяч. Эти деньги получил в конце марта. Остальным вообще ничего не выплатили. Руководство все обещает премии. Но где они? Мы готовы сейчас же написать заявление об увольнении. Так невозможно больше работать. Такая же картина с невыплатами надбавок работникам скорой помощи в Актобе, Актау и Нурсултане. Власти настаивают, что деньги положены только тем, кто непосредственно контактирует с инфицированными. Такое решение остальных медиков, конечно, не устраивает. Соцвыплата в размере 42 500 тенге тоже стала головной болью для казахстанцев. Многие, действительно пострадавшие из-за режима ЧП, все еще не могут получить деньги. Причина, по мнению чиновников, несвоевременной подачи заявки. Что касается выделенных средств на борьбу с коронавирусом, то 13 миллиардов долларов – это не предел, считают экономисты. Государству придется еще больше раскошелиться. Во второй половине текущего года мы, скорее всего, увидим увеличение этой суммы, потому что цена на нефть, скорее всего, она будет возвращаться, если она вернется к прежним уровням, достаточно долго. Мировая экономика очень медленно восстанавливается. И для Казахстана это означает, что доходы бюджета, они будут, скорее всего, еще уменьшаться. По словам экономиста, в делах с расходованием бюджетных денег не хватает прозрачности. Невозможно просто взять и отследить, куда и как тратят средства. А правительство, в свою очередь, не спешит что-либо объяснять гражданам.